Итак, ребята, сегодня мы пройдем тест Страдаете ли вы интернет-зависимостью? Тест очень быстрый, ответ вы получаете моментально! Ответ? Да, страдаете. Типа, серьезно? Можете считать себя больным? Я считаю, что тест вообще-то справедливый, потому что, ну, откровенно говоря, сегодня вы проснулись и сразу взяли в руки телефон, а вчера вы уснули в руках с телефоном, может, вы слушали на ночь или смотрели. Весь день вы тоже перестанно чекли ленту, если вообще целый день за компом не провели. И это действительно можно назвать зависимостью. Но, тем не менее, здрасте, вы на канале Сейна, и сегодня мы разберемся, как вам, да и мне, сохранить рассудок. Поколение мудаков. Вы сейчас, может, даже так напряглись чуть-чуть, типа, чё это Сейн загоняет, типа, звучит как нотация от моей мамки. Действительно, да. И вообще, сам термин интернет-зависимость, он так-то довольно абсурдный. То есть, что вы делаете, по сути, каждый день? Вы заходите на странички своих друзей и знакомых, чекаете их исторки. Некоторые тратят на исторки, типа, по часу в день. А это очень дохуя. А чем вы занимаетесь? Вы просто смотрите на их жизни. И, то есть, получается, вы зависимы не от соцсети, а от социума. А зависимость от социума, как бы, входит в понятие человека. Казалось бы, всё нормально, но не совсем. Постоянное залезание в телефоны, вот такое вот чекание ленты, просто посмотреть, проверить. Вы ведь зачастую залезаете туда, просто обновляя ленту. Вам никто не написал, ничего не произошло. Вы просто скролите и чекаете. Это вредная привычка. Она у вас есть, и не было бы в ней ничего страшного. Это было бы то же самое, что грызть ногти, если бы в это время вы не потребляли очень простой контент. Я думаю, не осталось человек, который не слышал про клиповое мышление. Эта привычка сформировалась у людей ещё, когда было телевидение, когда оно стояло на фоне, и там постоянно сменялись картинки. Любое шоу, оно нагоняет драмы. Оно делает всё, чтобы человеку не пришлось напрячься и прям быть сконцентрированным на этом ящике, постоянно в него смотреть. Все телешоу, почти, за редким исключением, можно понять, смотря их в полуха. Допустим, пока ты там готовишь или гладишь. С интернетом ситуация усугубилась. Контент должен быть настолько понятен, чтобы на нём не заострялось внимание долго. Вы листаете ленту, вы сходу поняли мемас, гэкнули, листаете ленту дальше. Никакого долгого включения, никаких сложных текстов, разборов. И сами соцсети становятся удобнее с каждым годом, не считая Инстаграма. Инстаграм говно. Ненавижу, блядь, обновления в Инстаграме. Интерфейс упрощается, это круто. Программами удобнее пользоваться, но тренд на упрощение взял и контент. Можете посмотреть сейчас на детские каналы. Это вообще не сравнимо ни с какими мультфильмами. Это просто набор картинок, на которые кликают. Такой же набор картинок, на которые кликают, это топы. Топ-5 каких-то животных, всякая херня. Дима Масленников, такая же штука. Он вообще чисто как там битва экстрасенсов или Дружко вот в своё время делал, над ним все ржали. А Диму Масленников смотрят. Дима Масленников в трендах Ютуба. Это просто. Вы смотрите, он ищет каких-то призраков и каждый раз говорит сначала о том, что это не призрак, а потом, что это призрак. И всё. Ровно как, допустим, в шоу Гордона Рамзи. Он каждый раз приходит в ресторан. В ресторане всё плохо. Потом происходит конфликт, потом он всё исправляет и всё хорошо. Каждый раз одно и то же. Простейшая хуйня для восприятия. Просто, чтобы играла. И знаете, я о похожем уже упоминал в одном из своих старых роликов, но представьте, как человек, который постоянно смотрит Диму Масленникова, там всякие топы, лайфхаки и прочую херню, как этот человек потом откроет Достоевского. Или посмотрит Кубрика. Или научится делать ёбаные финансовые отчёты. Речь идёт даже не о формировании личности, да, то есть воспринимать сложные произведения. Речь идёт хотя бы о том, чтобы освоить процессы. Получить нормальные навыки, чтобы потом работать. Я, конечно, не хочу проявлять никому дезреспекта, но, по-моему, быть охранником или уборщицей, или чуваком, который, типа, сидит внизу эскалатора и мониторит за всеми, это не очень-то клёво. Мне кажется, что в 21 веке таких профессий существовать не должно. Должен быть человек, который обслуживает роботов. Там можно бесконечно говорить, блядь, про человеческие факторы и вся хуйня. В любом случае роботы нас заменят. Ну, серьёзно. Это просто произойдёт. А такие профессии, это люди, которые прямо сейчас не работают головой. По-моему, человечество давно уже ушло от того этапа, когда нам нужны люди, которые прям работают руками, и, как правило, эта штука просто для удешевления процесса. То есть там, где люди действительно стоят очень дёшево, не стоит заводить роботов, люди-то дешёвые. А знаете, кто стоит дороже? Люди, которые работают мозгом. Те же маркетологи получают огромные деньги, финансовые аналитики, адвокаты, ну, понимаете, о чём я. И я думаю, из тех, кто смотрит это видео, каждый хотел бы работать именно головой, хотел бы пойти на какую-то профессию, которая будет нравиться либо ему, либо ему будут очень хорошо платить за эту профессию. И мне кажется, охранники, уборщицы, и особенно сидельцы под эскалаторами в этот список не входят. Но как освоить профессию? Ремесло, в котором нужно постоянно работать головой, переваривать огромное количество информации, как это освоить, если ты привык воспринимать картиночки, и исторочки, и всякую такую штуку? Очень быстро перелистывается всё очень просто. Скорее всего, никак. Очень часто люди говорят о тупом и потерянном поколении, но на самом деле нет никакого потерянного поколения. Есть люди, у которых в жизни, ну, вот так сложилось, ну, там, не знаю, родителями не занимались, или с друзьями им не повезло, или ещё что-то. Их поглотила вот эта хуебесь. А зачастую они и компаниями в этой штуке. То есть, они, им ничего не интересно, потому что, потому что никто им ничего не показал. А всё, что они нашли сами, это соцсеточка ВКонтактик. А, ВКонтактик бесконечно генерирует новую информацию. Да, однотипную, но она новая. Потреблять как бы можно. То есть, как, типа, две газеты в Советском Союзе. Да, не особо, типа, не особо разнообразно, но меня, в принципе, устраивает та же хуйня. После всех моих разглагольствований остаётся один вопрос. Чё ж, блядь, делать-то? Ответ такой же простой, как ответ в начале теста этого ролика. Перестаньте упрощать потребляемый контент. Я серьёзно. Просто очередной раз выбирая на ютубчике, что посмотреть на фон, не выбирайте лайфхаки. Не выбирайте Масленникова и прочую вот такую херню. Соболева тоже не надо выбирать. Выберите какую-нибудь лекцию. Их много. У вас же наверняка есть сфера, которая вам интересна. Не знаю. Я, например, недавно смотрел охеренную лекцию о Гарри Поттере. Просто крутейшую. Чувак, быков вроде бы Дмитрий, замечательный профессор-литератор. Я его смотрел и про Гоголь, и про прочую штуку, но это мне надо было, и мне это интересно. Но вот универсальная штука. Гарри Поттер. Посмотрите лекцию про Гарри Поттера. Это серьёзно интересно. Не надо находить, типа, каких-нибудь там педагогов у Рюпинского музея по химии. Это никому не интересно. Ну, кроме химиков. Найдите что-то интересное. У нас достаточно интересных лекторов. Даже по России их очень много. И они очень крутые. Есть огромное количество научно-популярного контента. Есть огромное количество образовательного контента. И это не типа для задоров. Это типа так оно в жизни работает. Чем больше вы знаете и можете, тем больше вы стоите. Нет никакого предела совершенству. И саморазвитие это та часть жизнедеятельности, которая должна у каждого присутствовать. И мне кажется, ну, с этим невозможно не согласиться. Саморазвитие это круто. И ты чувствуешь себя удовлетворённым от того, что знаешь новое. Ну, и пирамида Маслова. Ну, понимаете, короче. Поэтому переставайте упрощать. Можете, например, заценить мою группу ВКонтакте. Там тоже, конечно, картиночки легко воспринимаемые. Но они клёвые. Там можно над ними посидеть, подумать, чё там, а зачем это. А куда это интересные картиночки. Ещё я клип недавно сделал замечательному музыкальному исполнителю Палк. Ссылка на него тоже в описании. А ещё ты знаешь, где кнопка подписки. Всё.